Приветствую вас, я думаю, что основная проблема заключается в том, что вы не сказали друг другу, чего вы вообще хотите изначально. То есть, я не знаю, да, вот даже у вас текст получился большой, а у вас, и даже в этом тексте всех деталей вы не раскрыли. Давайте сейчас посмотрим. Вопрос касается отношений с парнем, который долго не мог определиться, быть со мной или не быть. То есть, человек уже изначально не уверен в себя. То есть, человек не доверяет своим чувствам, не имеет четкой позиции, не у вас чувствует в четкие приоритеты. Ну, с чем это связано, да, это уже другой вопрос, либо он не верен в себя, либо он боится ответственности, либо что-то еще. Но, тем не менее, человек не уверен в себе. Вы знаете, что мужчина в себе не уверен. Ну, вы это узнали, когда его ждали, да? Вот. Вы это знаете. Соответственно, у меня к вам вопрос. А признаете ли вы тот факт, что ваш мужчина в себе не уверен, достаточно мнителен, стревожен и так далее? Потому что, скорее всего, скорее всего, он не изменится, не изменится. Скорее всего, все так и будет дальше. Ну, в дальнейшем, в дальнейшем все так и будет. Скорее всего. То есть, это вот такой человек. Он не плохой, он не хороший. Просто он вот такой. Понимаете? У меня вопрос к вам. Вы готовы признать, что ваш мужчина вот такой? Вы его готовы принять таким? Потому что, знаете, у меня сложилось такое впечатление, да, что, ну, что вы не готовы, что вы не готовы его принять таким вот, какой он и есть. Это ваше право, безусловно. Ваше право принимать его. Ваше право его не принимать. Но если вы не готовы его принять, то вам, наверное, имеет смысл расстаться. Потому что хорошего дальше вряд ли будет. Вряд ли. Вряд ли. Дальше человек изменится. Ну, по крайней мере, без работы над собой, да, без какого-то личностного роста он не изменится. А пока ничто не указывает на то, что у него есть основания и поводы для личностного роста. Дальше. Мой вопрос касается отношений. Так, значит, то материальные проблемы, то его семья против, то он сам думал, не понимал, но не имеет отношения. Я знала почти год, была влюблена очень. Так, ну, надо сказать, что вы здесь как-то вот любовь воспринимаете как, знаете, привязанность какую-то. То есть, возможно, ваша любовь имеет элементы зависимости, как мне видится. Потому что, ну, чересчур вы в мыши не нуждаете, да, так, год вы его ждёте. Это, конечно, много. При том, что я не очень понимаю, вы встречались, как бы, вживую или нет. Вы взаимодействовали вживую или нет. То есть, вот эта история, она как-то не очень мне ясна, да. То есть, вы где, где вы живёте, как вы вообще познакомились, что вас объединяет и так далее. Вот. Вы пишите, что были очень влюблены, а что для вас влюблённость? То есть, влюблённость, по-вашему, это как, да? Вот. Ну, согласитесь, важный момент. Важный момент. Нужно понять, как вы понимаете влюблённых. Как вы её ощущаете, точнее, даже не понимаете, а ощущаете как. Так, когда я устал от всего, он решился, начал требовать гарантии, когда я приеду, а то ждать он не может, хотя понимает, что за неделю я сорваться не могу. Откуда приедете? Куда приедете? Непонятно. Месяца два-три, он просто морально меня уничтожал, грузья своими проблемами, что будет со мной, если будет со мной, то сможет он или нет обеспечить себя, так как я обязан работать, а ещё помогать ему, так как СЗП не будет хватать только его. Ну, вы знаете, у меня такое ощущение, да, что здесь, я не знаю, на чё чувств, да, то есть по чувствам я говорить, пожалуй, не буду ничего, потому что чувства каждый проявляет по-своему, идея в этом. Я только скажу, что мужчина испытывает, если испытывает к вам чувства, то я бы не сказал, что это чувства прямо вот, знаете, прям возвышенно духовные, да, то есть это чувства, которые, ну, отчасти можно назвать, может быть, не меркантильным, прямо интересным, да, может быть, не может быть, прямо не меркантильным, интересным интересным, но это чувства, которые, в которых много места занимает какой-то быть, то есть человек явно не теряет голову, вот. Хорошо это или плохо, это уже решать вам, да, то есть вы сами себе, я уверен, на эти вопросы сможете ответить. Хорошо это или плохо, то что мужчина вот так себя ведёт с вами, да, то есть он пытается всё подосмотреть, договориться заранее и так далее. Ну вот, с другой стороны, если вы считаете, что требования, которые он предъявляет к вам большие, да, то есть вы считаете, что мужчина там должен, ну, мужчина должен по-другому себя вести, если вы так считаете, то право-то ваше. То есть как бы я здесь вас отговаривать не буду от этого, но просто непонятно, как вы защищаете свою позицию и себя, тому, что есть, ну вот, мужчина, допустим, выражает свою позицию, значит, вы должны ему то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Может быть, может быть, он только так умеет любить, да, может быть, для него это и есть любовь, может быть, нет, неважно. Вопрос заключается в другом. Если вам не нравится, как обстоят дела, то для чего вы всё это терпите? То есть что вас удерживает под ним? Вот, я понимаю, что у вас умерла бабочка, я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, я это понимаю. Да, но тогда, если у вас, если вы потеряли бабочку, и вы видите, что мужчина вас, грубо говоря, не поддерживает, да, то это явно проявление, да, ну, скажем так, такого потребительского отношения к вам, да, эгоистичного, эгоистичного. И опять же, человека винить за это, на мой взгляд, нельзя. Потому что, ну, он, вот, он, он такой, как он есть, и, как бы, другим он станет вряд ли. Знаете, поэтому, поэтому тут история, скорее, она опять же права. То есть вы этого мужчину выбрали. Знаете, вы этого мужчину выбрали. Почему? Для чего? Что вас удерживает рядом с ним? Ну, всё это время. Знаете? Насколько вы от него зависите. То есть, в целом, мне кажется, что вы, вот, занимаетесь позицию жертвы, да, то есть, ээээ, недостаточно чётко отстаиваете, ээээ, свои границы, свои желания и так далее. Так, эээ, значит, эээ, хотя он не говорит, что это напрямую, конечно, просто потрудовать тем, что пары должны поддерживать друг друга, если они хотят следить за мной, как с ребёнком, как с ребёнком, чтобы я рядом сидел, а он один работал, то мне надо вкладываться, в общем-то, да, в принципе, не думал сидеть дома, но, услышав это всё, звучит как требование или претензии ко мне. Хорошо, и что дальше? Ну, вот, вы услышали, что это звучит как требование или претензии ко мне. Окей. Это противоречит, эээ, по-моему, если вы считаете? Это противоречит, по-моему, если вы считаете, что оба человека должны вкладываться. Если вы считаете, что мужчина должен только работать, то окей, это ваше право, это ваш выбор, не вопрос. Но, так вы дайте мужчине понять, что это выразите свою позицию по этому поводу, либо успокойте его, либо, скорее, что нет, всё будет по-другому. Знаете? То есть, просто прислушивайтесь к себе и выразите всё, что вы по этому поводу думаете, вы не можете. И у меня вопрос только почему. Вы боитесь потерять его, вы боитесь со дна остаться или что? Дальше. А-а-а, так. Несмотря на это, он не говорит, что любит меня, и что правда страдает каждый день, что хочет быть со мной. Ну, опять же, любовь, она должна проявляться. Да, любовь должна проявляться, как-то. Я, если честно, не вижу, чтобы любовь проявлялась к вам. То есть вы говорите, что вы верите ему. Вот. Но я не вижу проявления любви по отношению к вам. Это я вот честно, исходя из того, что вы написали, я не вижу проявления любви. Так, а-а-а, дальше. И, так, я верю, вспоминая, вспоминая его, каким он был, когда мы познакомились, но все творится в его голове, я не знаю, и не должны знать. Вам это не нужно. А-а-а, вам нужно знать только то, что касается вас, вот, только то, что касается лично, лично вас. Вот это вот, вам знать нужно. А-а-а, то, что касается его, вам знать не нужно, потому что человек не всегда, а-а-а, сам отдает себе отсчет, а-а-а, в том, чего он хочет и так далее. То есть тут, а-а-а, для нас гораздо, а-а-а, ну, гораздо полезнее, да, а-а-а, будет, будет ориентироваться, а-а-а, исключительно на себя. Столько. Исключительно только на себя и на свои желания, а не на него, потому что мужчины говорят о своих желаниях достаточно откровенно, достаточно четко, а вот вы выражаете свои позиции, ну, на мой взгляд, как-то, э-э, ну, как-то скромно, вот так вот, как-то скромно выражаете свои позиции. Так, э-э, значит, э-м, так, э-э, зачем он всё это говорит и просто тотальное непонимание меня? Зачем он всё это говорит и просто тотальное непонимание меня? Это вопрос или что? То есть, э-э, зачем он всё это говорит? Ну, возможно, два варианта. Либо он пытается вас подчинить, либо он, наоборот, вас отдаляет от себя, чтобы... Потому что боится близости и боится того, что у вас ничего не получится. Варианты на самом деле две-два. Ну, исходя из того, что вы написали. Так, случилось горе. У меня умерла бабочка. Мои заболезны у него. Присосили теть. Я находился в отъезде где-то две недели. Мне было очень плохо, о чем я дала ему понять. Он не говорит, что он это понимает, но продолжал мне писать и грузить своими проблемами. Быть там или не быть вместе. Как все будет в дальнейшем, хотя я постоянно говорю, что не буду обсуждать, но не до этого. Вот. У меня горы. Не думаю о нас. То да, мне нужна поддержка, но не надо давить меня его проблемам. Мне кажется, что вы здесь отделяете слишком его проблемами, потому что он дает вас не его проблемами, а ваши. Не понятно, где вы, а где ваши проблемы общие, где его проблемы личные, где ваши личные проблемы. Мне кажется, вот разделение этих вещей помогло бы очень сильно. Потому что то, что он говорит, это проблемы ваши общие, это не его проблемы. Вот. Да, он их говорит неуместно. Да, он говорит их, потому что они его волнуют. Да, он, очевидно, не склонен, не склонен вот к комбате. Ну, это история, опять же, про то, какого мужчину вы выбрали. Понимаете? Понимаете? Вот. То есть, то есть, эта история, она именно про то, какой человек рядом с вами. Эта история не про то, что он должен вам давать. А история про то, какой человек рядом с вами. Вот. Он психанул, что я ему не пишу, ничего не рассказываю, хотя он это внимание не знает. Да и зачем вообще эти вещи обсуждать, если нужно просто пережить месяц, полгода, как я и сказал ему, что мне потребуется время прийти в себя. Раздела говорит, о, как будешь в порядке, может со мной поговорить? Да и знать, возьми хоть полгода в течение, может со мной общаться сейчас. В общем, человек... Ну, его волнуют проблемы отношений. Я не думаю, что он совсем вас не любит, просто его волнуют отношения. Возможно, у него действительно тяжёлая ситуация в семье, это всё на него давит. Вот. То есть, опять же, здесь всё зависит от вас. Если вы считаете, что такое поведение мужчины неприемлемо, да, то вам нужно от него отдаляться и с ним расставаться. Потому что дальше будет только хуже, предусловно, что мужчина не будет работать над собой. Если вы считаете, что такое поведение, ну, такое поведение более-менее приемлемо, и вы его в целом понимаете, да, то, ну, тут нужно принять его, просто сказать, вот он такой. Но при этом должны быть вещи, которые вам нравятся в нём. При этом я по-прежнему не понимаю, как ваши отношения выстраиваются. То есть, когда вы познакомились, что между вами общего, почему вы решили быть вместе, насколько вы друг друга знаете и так далее. Всё это мне по-прежнему непонятно. У меня складывается ощущение, что и вы, и он просто настроили иллюзии относительно друг друга, а теперь переживают это разжирование по поводу того, что не вы, не он этим иллюзиям, ожиданиям не соответствуют. Так, каждый день он продолжил всё равно писать и затевать споры о его проблемах. Не понимаешь, я вообще не могу говорить об этом. Здесь опять же, ну, не очень понятно, да, то есть он говорит, что, значит, будешь в порядке исполнительного, поговорить, да и знать, да, то есть он оставляет вас, как бы, наедине со своим горем, что говорит-то о том, что он не имеет ресурсов вас поддерживать, да, он не имеет ресурсов, не хочет, не важно, он не готов, он не готов вас поддерживать. Ну, вот, это его выбор. Это значит, что он не будет вас поддерживать в вашей беде. Вот вы сами, как Габеллы, это принимать, Габеллы это признать. Вот, поэтому он каждый день продолжил всё равно писать и затевать споры о его проблемах. Ну, так вы же это всё читаете и вы же им отвечаете. Зачем? Если у вас горько. Ну, вот, такое впечатление, что вы тоже используете эту ситуацию для того, чтобы вызвать у него жалость, или чтобы себя пожалеть, или чтобы его обвинить, там, что-то такое бесчувственное. Ну, не можете вы писать, да, не можете вы общаться, ну, не общайтесь с ним вообще. Вот, то есть, как-то вот здесь у вас проблемы с личными границами. То есть, он ваши личные границы, не важно, а ты и вы. То есть, вы не говорите ему, нет, университет, стоп, всё, как бы, не минули вас, всё, я закрыт. Вот. Он может писать мне что угодно, а вы-то, вы-то как, как реагируете на эту ситуацию? Ага, так, э-э-э, если ему плохо, он платит, э-э, проблемы с семьёй из-за меня на работе, так как всё якобы против того, чтобы он со мной был, я ещё не отвечаю ему. Мне кажется, в этой ситуации он думал и думает только о себе, обвиняя меня в том, почему же я не пишу ему. Ну да, это так. Ну, опять же, опять же, вопрос, а вы-то как к этому относитесь? Ну вот он вас обвиняет, да, он думает о себе, да. Но, это ваш мужчина, вы его выбрали? Вы такого мужчину хотите? Вы по-преднему к нему испытываете любовь, или вы сомневаетесь? Есть черты, которые вас привлекают в нём? Ну, другой вопрос возник, когда я вернул-вернул, я сказал, что буду брать тоже себе квартиру в ипотеку, и надо будет платить, то есть, если мы будем снять, то навряд ли я могу. Я помогу ему чем-то со своей зарплатой. А вот здесь, какая ваша позиция? То есть, вы на что рассчитывали? То есть, вы как это всё видите? Что вы берёте, зачем брать квартиру в ипотеку, если вы будете жить с ним? Опять чего, да, не очень понятно. Не очень понятно, вы для себя решили, как будете строить отношения, какая вы женщина, какие у вас, значит, ну, представления о выстраивании отношений между мужчиной и женщиной? Ну, вот. Модель женского поведения свою определили, а модель мужского поведения по отношению к себе определили. Ну, вот. Он этого тоже не понял, а должен был понять. То есть, я вот, если честно, тоже не совсем понимаю. Вы собираетесь жить в квартире с человеком, но при этом берёте ипотеку в другую квартиру. Зачем? Он, так, он начал говорить о том, что как же я тогда собираюсь строить на серьёзное отношение жить в месяц, не могу сейчас денег давать ему, якобы помогая с его долгами. Вы знаете, давать деньги и не давать, это уже ваше, это ваше дело. Да? То есть, об этом я уже сказал. Давать и не давать, это ваше дело. Но историю с квартирой действительно непонятны. А, так как он берёт их из-за меня, проблемы будут из-за меня. Ну, тут, как бы, опять же, да, вопрос в том, насколько было это всё обговорено. То есть, если вы обговаривали, что он будет что-то делать, обговаривали, что он будет брать кредиты и долги. Обговаривали, что он будет нам подготавливать почву для того, чтобы приехали, то, наверное, помогать ему вам что-то. И в этом смысле непонятно быть, зачем вы хотите брать квартиру в ипотеку, опять же. Если вы не обговаривали, если это всё его инициатива, то за свою инициативу он отвечает только сам. Получая 100 тысяч почти, он всё будет отдавать за долги, а откуда долги, кому долги? Из моих здесь 100 тысяч 70 я отдаю на квартиру, 30 остается на всё остальное. На что остальное? У него тоже ипотека, кредиты. Если у него ипотека, зачем вы берёте ипотеку? А кредиты, родители помогают пустить сейчас землю, если вы станете, то они предпочтают это делать. Почему? В общем, чтобы мы строили отношения, я уже, ну, я жила у него, скажем так, бесплатно, нет даже речи. А вы хотите этого? Вы хотите жить у него бесплатно? Вы считаете, что вы станете жить бесплатно? Как вы-то сами считаете, как вы-то сами думаете, чем вы руководствуетесь? Чем вы руководствуетесь при, например, решении брать ипотеку? Как это, как это должно было соотноситься с тем, что вы собираетесь жить с мужчиной? А, так, по его словам, ты, что ли, как принцесса, хочешь жить бесплатно, не в своей квартире? Если люди строят отношения, а не пара, то помогают друг другу. Тут он прав. Вопрос только в том, есть ли средства у людей, чтобы помогать, и готовы ли они помогать? Так, как хочет другой. То есть, каждый помогает так, как может, а не так, как хочет другой. Это вот эта деталь. Ты бы могла немного помогать. Ну, не только с едой и электричеством, но и с остальными. Ну, опять же, смотря с чем с остальными. По факту отношений с вами нет, а голова уже болит. А от чего болит голова? Вот. Может быть, я не права, но смотря на всё как-то материально. А на что именно вы смотрите материально? На что именно? Вот ваша позиция, она не ясна здесь. Эээ, ну, мне просто сказали, что очень много претензий и требований с всего страны, и перекладывания вопросов решения проблемы на меня. А какие проблемы? Я не понял, какие проблемы? Как вы это всё обговаривали? Как вы договаривались? Если мужчина, ещё раз повторю, если мужчина начал проявлять инициативу сам, по своей инициативе там начал что-то делать, да, вы правы. Если вы всё это обговаривали и договаривались, что он будет что-то делать и вкладываться, то нет, вы не правы. Его позиция ясна, а вашей позиции нет, вашей точки зрения нет. Ну вот, с этого и начните. Эээ, так, быть или не быть нам вместе, зная то, как мне сейчас неуместно говорить обо всем этом, мне тоже морально тяжело. Это вопрос? К нам? Я не знаю. Потому-то я не очень понимаю характер ваших отношений, если честно. Я не понимаю ваших позиций. Вот. То есть мне кажется, что каждый из вас ждёт какой-то своей жизни. Вот. Делает, по сути, всё для себя. А отношения превратились в какую-то такую, знаете, вот, ну как мечта. Такая далёкая-далёкая мечта. Реально вы не воспринимаете его. Реально вы не готовы ничего для него. Вот что вы готовы делать для мужчины? Почему, почему вместо того, чтобы вкладывать в отношения, да, вы берёте квартиру в ипотеку? Как он к этому должен относиться? То есть вы, конечно, можете. Вы можете брать квартиру в ипотеку, если хотите. И вы можете ожидать, что он будет вас содержать. Это так. Ожидать можете. А вот что он этого может не делать и не должен делать, это факт. Так. Он жалуется, как будто, ну да, им тяжело. Опять же, это... Это такой человек. Вы его либо принимаете, либо нет. И хочет, чтобы я решил или сказал ему что-то. Может, вы поможете посмотреть на ситуацию с холодной головой и оценить её? Вам это вряд ли поможет. Понимаете, у вас... Вам нужно... Вам нужно поведение своё... Корректировать, я бы сказал. То есть вам нужно именно своё поведение корректировать. То есть вам нужна чёткая, более чёткая, последовательная позиция. Как общая социальная позиция, более чёткая, последовательная. Так и более чёткая женская позиция. Для вас этого всего нет. Ну и работа с желаниями, с чувствами, ожиданиями и личными границами тоже нужна. И вот тогда, после этого, вы уже сами оцените эту ситуацию. Так как именно вам это видится. И сделаете выбор именно тот, который хотите вы. А сейчас получается, что вы перекладываете на нас ответственность за решение вашей проблемы. То есть он перекладывает ответственность на вас, а вы перекладываете ответственность на нас. Нет, нет, нет. Вам нужна ответственность самую взять. Если вы считаете, что всё это слишком тяжело, всё это слишком напряжно для вас. Откажитесь от отношений, выйдите и выйдите из них. Или скажите мужчине, что нужно сделать паузу, перестаньте ему отвечать и так далее. А вы, вам не нравится, вы продолжаете отвечать. Вам плохо, вы продолжаете отвечать. Вы не можете об этом говорить, но всё равно говорите. Зачем? Откуда такая девочность? Вы собираетесь жить с мужчиной в одной квартире, берёте квартиру в ипотеку. Зачем? То есть как бы вот чёткой, единой позиции, логичной, стройной позиции у вас нет. Обратите на это внимание. И всё сразу станет понятно. Чтобы вас окружали те люди, которые соответствовали вашим представлениям. Чтобы вокруг вас происходило то, что соответствует вашим представлениям. Чтобы потеря любимого человека не выводила вас из строя на полгода или год. То есть вот с поля бабушка, которая, ну, вероятно, прожила достаточно долгую жизнь как бы и, ну, в общем-то, ну, прошла свой путь и ей пришло время уходить. Это нормально. Ну, то есть, конечно, грустно, конечно, тяжело, да, безусловно, но, опять же, ничего не пишите по срокам. Вот. И если вы были так сильно, сильно привязаны к бабочке, то, может быть, вам сперва стоит обратить внимание на эту травму. На травму от потери близкого и поработать с ней, а уже потом всё остальное. А у вас всё как-то смешано, всё перемешано. Ну, вот. Понимаете? Так что, начните с приоритетов. Что для вас важнее всего. Вот, исходя из этого, уже двигайтесь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.